Упрыгоживание летних святов воусходных славян – купальли. Оно лечится одним из самых старожидных. Первая початковая язычницкая урочистость была присвечена солнцу и розквит у земли. Его означали вперед летнего солнцестояния, коли расцветание природы досягает высшейшей кропки. И как бы дать належную пашану, например, за добрый урожай, люди здесь сняли охвяроприношения и другие обрадовые мероприемства, которые демонстрируют связанные с природой. Об тем, как означали купальли в Гомеле, сюжет Марины Джалой. Любинское озеро – место, где купальли традицины, означают вельми широко. С песнями, концертами, майстер-классами, конкурсами и апогеем, святоспальванием, чучела ляльки Мары. Девчины могли поворожить на кветках и травах, сплести венки и зробить обереги. Хотя сегодня это свято означает не в таких масштабах, как ранее, а ли ждет его с тем же нетерпением. Но купальли заусюду присутничая особливая, шарованная атмосфера. Я пришла на купаль, и вижу, все плетут венки. Это очень мне красиво, мне очень понравилось. И я тоже решила сплести венок и загадать желание, и бросить венок в озеро. Люди, ну, мы теряем этот праздник чем-то мистическим. Ну, мне кажется, одиноки. Девушки, парни кидали венки в воду, хотели плести в свою судьбу, и хотя бы узнать, когда они придут. А что ты с этим венком будешь делать? Я его потом буду отпускать в речку. И что, будешь желание загадывать, когда отпускать? Да. А ты уже придумала? Да, уже придумала. И я загадала, чтобы у меня все было хорошо в жизни. У штуденной мови же хоров разных регионов Беларуси можно почуть больше за 15 назвав этого свято. Наибольшь расповсюдженная за их купальня, Купалинка, Иван Купала, Ивана Удень, Иван Травник, Колосок, Ярылин День, Ярылина Гуляня, Святосолнце и Каханя, Иван Ведьмацкий, Иван Колдунский. Об купале и его особенностях тем, кто пришел на Любинское озеро, рассказывали выкладчики 61-й школы Гомеля. Мы показываем, что мы гостеприимны и соблюдаем традиции, и продляем их, и проносим. Люди приходят посмотреть обязательно. Чем ближе к пику, как к апогею, тем больше народу. И даже молодежь приходит самостоятельно посмотреть. И вот можете посмотреть, девушки, особенно подросткового возраста, они все с венками, чтобы потом, как по традиции, опустить венок в воду. Мне очень понравилось одеться в национальный костюм, пройти по красивым местам, улыбаться людям и показывать традиции. Свято у наших протков в первую шаргу было связано с культом солнца. Слово «купала» означало горадшую, лютую, сердитую истоту, покольки минавиты так успеемали его старожитные люди. С распространением христианства до освяткования Купаля был примеркованный день народжения Иоанна Христителя. Сугучше слов «купала» и «купать» в ассоцияциях протков привело до смешивания назву урочистости. У вынеку отрымалось Иван Купала. Заявление такой назвы отбилось на складе обрадов. Так свято стало разом с иншим подразумевать очищение водой и огнем, что суместило язычницкое поклонение солнцу и процесс християнского хрешения с обовязковым опусканием в воду. На свято Ивана Купала славяне проводили и проводят до этого часа множество обрадов. Самый вядомый и одночасово тейомничный – пошук папараць кветки, якая, у этой веры или наши прадки, открывает человеку свыше здольности. Такие, например, як мягчимость разуметь размову зверов и птушек, бачить русалок и надзирать, як у леса ходят древы. Але до всего іншого яснуе поверье, что у ладальні кветки здольны знайсти любой скарб. А кроме того, на Купалу принята варажить. Самая распространенная варажбана Ивану Купалу звянком, собранным с полевых кветок и рослин. Так, коли вянок одразу потонне, значит, с каханом вы не будете, а либо яше горш, и он вас подманет, а либо здрадить. Коли вянок одразу прибьется до берега, а либо расплятеться у воде, значит, в этом году замуж вы не выйдете. А вот коли вянок поплывет далеко от берега, значит, быть веселем. Кульминацией свята стало спальвання чучела ляльки Мары, ті купальницы. Марина Джала, Валерий Гапанько, Телера, Деокампанія Гомель.